Там, если убивать врага вот этим суперударом, когда он хватает его и шарахает об землю вместе с собой, то из врага может спокойно синенькая сфера, сфера здоровья, либо даже красненькая, которая магию устанавливает. И я так наиболее, большее количество врагов, я именно таким суперприем, который с самого начала игры даст, посмотрите, вот, мочу и все, и даже все круто, вот, ну меня, конечно, побеждали там пару раз, но не более того. Ну вообще, как тебе, типа, планета физического? А, нет, все так, я не очень сильно тыкаю в экран, очень точно тыкаю в экран, то есть если это расчерк вниз, то это расчерк вниз, если вверх, то вверх, то есть я так аккуратненько делаю суперударом. Ну а что там с твоей нетленкой? А, ну да, то есть в стране игры мою, мою картиночку выложили, вот, сегодня, вот, и там много еще всяких картинок выложили, они целый разворот посветили этим картинкам. Вот, ну я все эти картинки практически видел, потому что на форуме есть темка, в которую практически все кидают картинки, ну я-то не кидаю, но ты потом там посмотришь, а я тебе покажу, там, офигенно один чувак, офигенно у него картинки поставил в хиллу, короче, очень, вот он, вот он именно умеет рисовать, то есть, вот так, но это уже пройденный этап, типа, меня опубликовали, я счастлив. Третье задание, третья миссия. Вот, короче, знаешь, в чем она заключается? Называется, миссия называется «Письмо темному властелину», прикинь. Короче, смотри, письмо темному властелину. Представьте себе, что власть над землей захватила некое существо, так что вот так, вот так вот, нетривиальное задание, то есть уже ничего не нужно рисовать, нужно тупо написать письмо. Не, ну я уже придумал, я уже написал и отправил. А я, кстати, тебе могу передать установочный фонарь. Ааа. Он у меня почему-то на рабочей стороне хоронен. Мг. Ну давай, а через что передашь? Ну, если пей Ваське, то мне надо в нее войти. Давай, сейчас я буду Ваське. Миранда обновилась, короче, недавно обновилась эта Миранда, и она не просто обновилась, она реально изменилась. Connected. Ты коннектишься, мы в одной, мы в корвете. Что ты, мы в корвете, мы в корвете, может быть, вы в корвете? О, ну прикинь, эти компьютеры реально не поймешь. Прикинь, у меня несколько дней назад на моем смартфоне, на смартфоне, я смог смотреть видео с YouTube, чисто вот на YouTube. Причем я ничего не менял, прикинь, вообще ты знаешь, что-то я не мог. Типа у меня порты были закрыты там. А, то есть у тебя тоже это произошло непонятным образом? Да, а у тебя тоже произошло, я смогу посмотреть битбокс на моем смартфоне. Вообще там все на дождь, да? Да, да. Первым делом, прикинь, распечатал страну и первым делом смотрел, где там у них креатив-клуб, типа, чтобы посмотреть, если моя нетленка. А нетленка твоя сколько там, длинная, но это письмо новое? Я не представляю, как можно написать письмо, меньше тысячи знаков, ты почитай, я уже об этом думал. Письмо отправленное на форвард нажми на мою почту вбил. Да, 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 точно, точно. Короче, дело в том, что ты должен оценить это, как бы, таким независимым мнением. Я не могу это оценить, потому что я написал. Вот, и ты оцени, как я написал, ну, я думаю, что я написал так довольно неплохо для первого раза. На джемеле спама. Сколько? Тысяча двести, нет, тысяча двадцать восемь. У тебя, да? Да. У меня сто двадцать восемь. Круто. Не, вообще, ты обязательно прочитаешь мою нецленку, да? Конечно. Блин, вообще, Гена, вот оцени. Я это первый раз писал, и, ну, у меня нет никакого дарования там. А какие есть прикольные фразы онлайновых РПГшников? Ну, фразы я не знаю, но слова, по крайней мере, там, лут, рейд, там. Я только что узнал, что у меня на работе сотрудницы. Он играет в World of Warcraft. Ну, молодец. Я говорю, что, лут собираешь? Значит, телек можно купить за двадцать... Ну, по крайней мере, в МВидео, да, видишь. Надо нам сходить с того, как в МВидео про чекать ситуацию. Что ты там, мне отсылаешь? А, я отсылаю, отсылаю. Так, 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 Олег, сейчас... А, Валера Дарк, да? Нет, invalifor. А, invalifor.gmail.com. А, там есть и мой еще Dark, invalifor.list.ru, да? А как этот браузер называется? В смысле, я и гуглский. Пром. Пром, чё? Пром. Пром? Ну, чё ты там всё сделаешь-то? Я пью полный. Блин, понятно. У меня два литра. Мм, блин. Не извини, там дождь. Ну да, а, ну да, никто никому не может прийти. А, кстати, у тебя же сейчас выходные будут, да? Ну да. Ну, отлично. Слушай, слышь, а если этот серик за 20 штукарей, ну, удастся взять? Вот, в м-видео я нашёл. А, если ты купишь, если мы найдём за 20 тысяч, купишь за 20 тысяч, то когда ты сможешь его уже купить? Я спрошу у коллеги, когда денег дадут. А-а-а, понятно. Это можно. Ну, вот, как бы, по идее, у меня сейчас 9, потом на работе дадут тысяч, наверное, 10. Ну, хз. И кто ещё сестра даст? Ну, вот я думаю, что... Наверное, когда в начале игры. Ну, как бы, уже хочется, если честно. Прям хочется уже скорее купить эту штуку телевизионную. Потому что, ну, пипец. Работаешь, работаешь, а радости никакой. Пока у меня никакого результата нет, кроме, там, я не знаю, хронного... Костыльвания. Костыльвания. А-а-а. Вот, а-а, вот если тут будет стоять какая-нибудь телевизионная фигамотина у меня перед носом, и говорить мне, вот, чувак, зацени какая-то штука, и ты, как бы, её купил. Вот, это прикольно, да? Ну, как бы, так? Плоды трудов своих, они должны быть. А-а. Прикинь, нам в среду деньги давали. А-а. А меня в среду на работе не было. О-а-а, фак. Вот так вот пропустил. А-а, человек, который деньги выдаёт, уходит в отпуск. Ха-ха, фак. What you doing, son? Да, вот сейчас Шорохова почитываю немного. Шорохова? Угу. ЖЖ? Да. Кстати, слушай, ты не помнишь, в павильоне номер 66 на Цариках, вот этом, том самом павильоне, магазинчике есть картриджи для Несса? Картриджи в том магазине, где есть бородатый дядька? Ха-ха-ха. Да, ты всё правильно. Либо бородатый дядька, либо просто дядька. Не помнишь вообще, да? Картриджи. Я помню, там были коробки с этим Dreamcast-овскими дисками. А, ну да, там, на двер. Просто в конце первого поста, Шорохова спрашивает. Кстати, я в Москве залежи с картриджами и аксессуарами подскажете? Так, столько всего купить надо. Ха! Ха, ну да, для передачи. А на eBay слабо пойти? Всё-таки к Google, на Google Chrome он что-то делает уже. Да? Да, да, уже делает. Ну, конечно, база маленькая, но прикольно он развивается. Может, когда-нибудь у него шансы есть развиться так, что, блин, я моё, потом затмит с собой чё-нибудь. Ха-ха-ха. Я, кстати, недавно смотрел на Википедии статью про Джима Керри. И что? Ну, короче, я такой сижу и, типа, думаю, блин, ну, надо чё-нибудь посмотреть, что-то, я моё. Ага. Да, а мыслей никаких не было. Ну, как бы, вообще, вот, проблемы, ну, как бы, чё посмотреть такого, да? А, да, надо посмотреть фильмографию, да, актёра? А увидел то, что он там озвучивал какого-то персонажа в каком-то мультике. Угу, да. И я, соответственно, взял этот мультик и посмотрел. Как называется? Называется Horton Who Hurt The Whom. Или чё-то в этом роде. А, не, я вообще не знаю. Этот мультик был виден где-то в каком-то видео. That guy with the glasses. Угу, понятно. Ну, я вот посмотрел, а спросил меня, чё, б сейчас посмотрел бы я. Я бы, ну, тутюбей хрен, знаю почему. Ну, да. В принципе, у меня дофига чё посмотреть есть, но почему-то... Ничего нету. Не тянет смотреть то, что есть. Ну, да. А чё хочешь, ну, не знаю. Ну, ладно. Ну, ладно, я сегодня, кстати, вместе со страной в Рамсторе, это самое, купил, это, фильм, который давно хотел на DVD купить, «Золотой теленок» называется. Ну, знаешь, наш фильм, да? Вот. Купил, наконец-то. У меня был на VHS, купил на DVD. И всё, больше никаких новостейшек нету. Сегодня у меня просто весь день идёт под впечатлением от этой страносской всей шняги, типа там, о Креатив Клуб, все дела. Поэтому я сейчас о Ninja Gaiden вообще не думаю, ни о Ninja Gaiden, ни о чём вообще. Прокинь. Не, вообще, вот если бы я деньги взял, я вообще не знаю, что бы сделать. Ну, ничего, возьмёшь. Я бы пошёл, вложил свои зубы, да, за 1000 рублей, купил бы этот телик. А, не, мне бы нужно было 300 рублей где-то надыбать. Да, 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 зубы на 300 рублей. Причём у меня было бы на руках 150 рублей, был бы вопрос, где ещё 150 найти. То есть я бы ещё где-то 150 рублей нашёл, а купил бы телик, короче, и всё, было бы отлично. У меня не было денег, ни на что. Ну, уже круто всё. Да, ну, уже хорошо. Никита, привези мне телевизор. Он получил большую зарплату в размере 52 тысяч. О, крутой чувак, блин. Да, конечно, да, конечно, да. А потом брать за 27 как-то слишком косячно. А. Прикинь, 7700 рублей экономишь. Ну да. Это же, наверное, 7700 рублей, это же почти половина PS3. Да. А вот, кстати, в МВидео, PS3, знаешь, сколько стоит? Это, ну, такая нормальная, европейская, зоо шок 3. В 80 гиг? Да, в 80 гиг, там она стоит 16 тысяч. 16? Там есть, кстати, знаешь, даже есть PS3 с тремя USB-входами. Эта, которая может читать PS2, и я не знаю, она европейская или американская. О. А как, как PS3 написать? Не знаю. Просто PS3 написать? Приходи ко мне, вот у меня стоит. Ха. Слушай, а как ты нашёл... Я не знаю. Я не нашёл, я его купил на горбушке. Вообще, можно 40 гиговую за 15 тысяч взять. Потом, правда, придётся вложить мне ещё 5 тысяч. Ну, да, да. Как минимум. А, Sony, PS3, 60 гиговая. Да. BlackRose. 21 990. Так это же та старая просто PS3. Да, которая читает игры для PS2. Но она может быть европейкой, да. Но вообще, слышь. Если ты хочешь американку, то... Вот, на стариках надо посмотреть. Повеление 66, там, там она стоит. Ну, я имею в виду, 60 гиговая. Но я не знаю, американка она или нет. Но там может быть американка, наверное. Слушай, это рынок. Да мне нафиг американская 60 гиговая. Чего? Ты бы сказал, что тебе американка нужна. Не, я говорю, у меня 60 гиговая не обязательно. Кстати, вот надо Никите сказать по поводу PS3, которая жует игры от PS2. Сказать Никита, пока не поздно. Возьми себе... Поставь, он может помидор. Я не взял, но меня Хронокросс не пускает. Хронокросс говорит, факин Америка. Гоу, Юэсэй. Не, ну вообще, придется в Америку ехать. Ну, знаешь, я рекомендую не заморачиваться. Купить просто европейку и все. Я, конечно, тебя услышал. Но... А как же Мохронокросс? Ну, типа, хотел бы поиграть, да, хорошо. Но сложно купить Американку PS3, ты ж понимаешь. Игра может это не стоить того. Ну, я думаю, что когда у меня будет возможность, я думаю, что я как-то там организую все это. Ну, да. Потому что... И Никита, и Коля работают в аэропорте. Да, просто там может кто-нибудь там... Потому что что-то Коляну кто-то что-то предлагал. Да. А в Америке айфон какой-то привезти. Ага, точно. Вот, я думаю, что... Как бы это вариант. Вариант, 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 вариант. Угу. Ну, да. Ну, в общем, думай ты насчет этого. Какую PS3 купить и когда. В принципе, я... Я тебе в основном помог насчет теле как-то разрулить эту ситуацию. А насчет PS3 я сам не знаю, как это действует. Ладно, посмотрим. Главное, прикол. Главное, теле купи и подсоединить ему тут же к PS2. И протестируй. Это ж вообще. Интересно, а есть какой-нибудь подводный камень? Приезжаешь такой в Россию с американской PS3, и потом, хопа, обнаруживается, что тебя там по IP-адресу просекают, что ты не оттуда, и говорят, что ваша PS3 заблокирована на PSN. Ну, если у Купера, в принципе, американская PS3, американская. Где он ее взял? И... ну, он говорил же же. Ну, а где он ее взял? Я не знаю. Он не говорил, где он ее взял? Угу. А, ну, они же репортеры, господи, они там через каждые выходные ездят. Да, вот точно. Ты, наверное, там и взял, да? Короче, надо будет страновца попросить Шорохова, когда они поедут в Америку, типа, чувачок, купи, пожалуйста, PS3. Ну, вообще, Шорохов, он едет в Америку, едет в Рен в Америку. Ну, Шорохов, он не ехал на Е3. Он следил за журналом. Шорохов все время остается за главным. Понимаешь? В Рен ездит. Ааа. В Рен, типа, купи мне, это... Иглос. Ой, то есть, PS3. Ну, поехать туда на самолете и на Хит. Ты там что-то смотришь? Да, ревьюшку на Е3. Так, полуха. Какие-то госпастерсы. Ну, я там собрался вроде поесть, когда пришел. Да, давай я пойду поем, а и завтра-то там как-нибудь сконнектимся. Ну, да, да. Вот, а... Короче... Ну, ты это самое, сегодня почитаешь мой рассказик? Да, ну да. Обязательно считаешь, чтобы только никто не отвлекался от вас, потому что это вообще гениальный шуткинг. А там в листах А4 сколько? Я не проверял, у меня нет ворда. Да, ты там смотри Гентриджерс и добивай. Да, да. Вот эта игра вообще, она прям... И потом ты ждешь дракона. Просто обязан. Ну, да, да, да. Это, да. По прохождении я попробую... Дракон должен убить тебя. Чё? Ну, убить дракона надо. А, убить... А, да, убить дракона. Я думаю, когда ты пройдешь игру, если ты сразу начнешь снова проходить, то твои скилы будут достаточными для того, чтобы использовать ее минималистичный набор. Да, 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 точно. Потому что я там разрабатываю всякие тактики, страумные и прочее-прочее. Дракон. Причем, знаешь, я на геймфаке смотрел, там есть прохождение, там есть тактика, как его убивать. Ну, там как-то не особо, да? Ну, да, там мало написано, но... Ну, там как бы по реальности нет хитрого хобби какого-то. Поэтому мне ценнее было бы играть в Форно Кросс. Ну, да. Ну, просто как бы... Такая игра, моя любимая, что надо играть в нее максимально удобно. Понятно, понятно. А PS1... Просто не хочется ее, ну, как бы это... В том смысле, что хотелось бы в нее поиграть на нечипованной приставке. Блин, ну ты псих вообще. Ну, нет, в смысле очень хороший. В смысле, да. Ну, просто у меня такое желание, чтобы Хронокросс был сжеван, ведь снизил он не пристав. Угу. Пусть будет это серый импорт, но, блин. Ну, да. Хронотриггер, играя на DS, как бы играл, начал. Угу. Уже традиция такая. Ну, да, понятно. Игры серии Хроно. Да, правильно. Хронодриммерс я играю на компьютере. Ну, поиграю на компьютере. Ну, ладно. Ну, ладно, пойду я поем что-нибудь, а то уже есть хочется. Да, и меня тоже сейчас положили, пойду я тоже. А, Глазик, а когда твои приходят? Мои приходят, я не знаю, в воскресенье, может, приеду. Угу. Понятно. Так что, приходи, будем бухать всю ночь. Нет, Нарька. И у вас колу пить. Ну, колу пить. Да.